Всем привет, с вами Саргас. Вчера я получил довольно неприятное письмо от бывшей ученицы, которая проучилась в моей школе уже достаточно долгое время, больше полугода. Это серьезный срок, после которого практически никто не уходит. Как раз начинаются наиболее серьезные практики, появляются первые ощутимые результаты на физическом плане. Шарики и прочие игрушки мы, конечно, не берем. Речь уже о серьезной магии. Воздействие на дорогу судьбы, воздействие на свою жизнь, на других людей и окружающую реальность. В этот период обучение обычно завершается по единственной причине — человеческий фактор. Попросту говоря, они сошлись характерами. Кто-то требует к больше внимания, кого-то перестают устраивать мое мировоззрение, кто-то надеется на более близкие отношения, нежели учитель и ученик. Я не говорю конкретно об этой ситуации, просто привожу примеры более ранних угодов из школы. В связи с чем, хотел бы прояснить некоторые моменты. В основном, конечно, это видео для учеников школы практической светлой магии, но, думаю, будет полезно послужить и другим моим пациентам и подписчикам. Возможно, какие-то моменты кому-то непонятны, поэтому хочу поделиться. Я не скорая магическая помощь. Нигде в правилах сайта или школы не написано, что я обязуюсь отвечать на все письма в тот же день, как их получил. Напротив, я всячески подчеркиваю, что писем приходит очень много, и я при всем желании физически не могу отвечать всем мгновенно. Все ученики равны, и когда кто-то начинает считать, что его письма приоритетнее остальных, мы тут же с ним прощаемся. Ни разу не было случая, чтобы я не ответил на все вопросы ученика, ну, разумеется, в которых компетентен и на которые ученик готов получить ответ. Даже если, вопросов несколько страниц. Ни разу не было, чтобы я отказал кому-то из учеников в помощи, но я работаю с отчетами, вопросами и заявками учеников в понедельник. Иногда, когда у многих объемные письма, требующие развернутого ответа, еще и во вторник. Если у меня есть возможность, я стараюсь просматривать почту в поисках срочных сообщений, но если вы не в курсе, то я только что закончил объемный курс Таро за три часа. Пишу книгу, пишу курс боевой магии для специализации, выпускаю регулярные видео, делаю амулеты, провожу расклады и, самое главное, работаю с пациентами, чищу, снимаю порчи, изгоняю темных сущностей, провожу ритуалы. И пациенты, помимо работы с учениками в понедельник. Моя приоритетная задача. Те ученики, которые уже работают с людьми, думаю, успели оценить, что после снятия пары смертельных порч, когда изможденный ползешь к кровати, малость не до проверки почты. Если у вас какие-то энергетические проблемы, требующие моего вмешательства, пожалуйста, оставляйте заявку на сайте, я проведу диагностику, вы станете моим пациентом, я начну с вами работать. Но не стоит надеяться, что можно среди ночи написать мне, и я тут же примчусь решать ваши проблемы. Я бы рад, но, увы, я пока простой смертный, и я не могу нон-стопом выполнять желания страждущих. Далее. Я говорю то, что считаю нужным. У меня есть четкое, давно сформировавшееся мнение по большинству вопросов. И я могу позволить себе его высказывать, где угодно, как угодно и в той форме, в какой захочу. Запретить мне это делать может только уголовный кодекс. И то. В общем, если вам не нравится то, что я говорю, не слушайте. В лекциях школы магии я высказываю довольно жесткую позицию по большинству обозреваемых вопросов. И к этому претензий пока не было. В соцсетях же я могу поднимать некоторые социальные темы, которые меня беспокоят. Я могу резко высказываться относительно людей, спускающих свою жизнь в унитаз, тупого, ограниченного быдла, мамаш, которые не видят ничего, кроме своих детей, женщин, не видящих ничего, кроме замужества и пресловутого женского счастья, мужчин, не видящих ничего, кроме своих денег. Я могу хаять даже религии. Я уже не раз высказывался на этот счет. Идеи, которые они декларируют, в большинстве своем прекрасны. Но то, что их реализация тысячелетиями заливает мир кровью, меня немного смущает. Однако, я никому не навязываю свое мнение. Я не бегаю по чужим группам ВКонтакте, каналам на Ютубе и форумам. Пусть земля им будет пухом. Я высказываюсь только на собственном сайте и связанных с ним социальных сетях. И уж там-то я буду говорить то, что думаю. В группе «Боевой Макс Аргас» админ ежедневно публикует различные посты, делаю группу интересной, полезной и не уникальной. Я могу и свою страницу ВКонтакте отдать админам, чтобы они писали пару раз в день мотивирующие цитатки от моего имени. Сделаю проект полностью коммерческим, чтобы личного ничего не осталось, и в моем настоящем мнении никто не знал. Но неужели вы этого хотите? Неужели мало лживых ублюдков, выдающих себя за светлых магов? И в видео я тогда завяжу делиться какой-либо информацией. Буду делать топы мистических существ, рассказывать мифы и легенды Древней Греции и пару раз в месяц публиковать какую-нибудь хрень, вроде практики по привлечению денег с помощью квадрата Пифагора. Нарисуйте на листе бумаги квадрат, напишите на нем дату своего рождения, съешьте эту бумажку и все, гастрит вам обеспечен. К слову о видео. Мне за них не платят. На голом энтузиазме я уже много лет выпускаю видео о магии. Бесплатно, не показывая свое лицо. Так что в жажде славы или наживы меня сложно обвинить. Я стараюсь делать их познавательными и интересными. Но у меня нет сценаристов, монтажеров, операторов. Я трачу собственное время. Сам придумываю текст, сам записываю звук, сам монтирую видео и сам его выкладываю. За все время существования канала мне с ютуба накапало чуть больше 100 долларов, которые я даже не выводил. И знаете, как я устал этим заниматься? Не знаете. Потому что даже монтаж звука или написание сценариев – это отдельная работа, которой люди занимаются за деньги, работая по найму и зарабатывают этим на жизнь. При этом не тянут на себе магический проект, школу и пациентов. Попробуйте 5 лет ходить на работу бесплатно, а в благодарность слышать только то, что попадете в ад, что видео недостаточно интересные или что игры выкладывать непрофессионально. Знаете, какие желания при этом проносятся в моей голове? Не знаете. Потому что, будучи боевым магом, для их реализации мне даже не нужно выходить из дома. Достаточно просто на пару минут перестать контролировать эмоции. В видео и где-либо еще я буду говорить то, что хочу. Если вы принимаете все, что я говорю, на свой счет, то я могу порекомендовать вам хорошего психиатра. Одна из учениц работает в реабилитационном центре и уверен, она сможет выяснить причину ваших проблем. К слову, о психологических проблемах. Я не ненавижу женщин. Тем более, я не ненавижу представителей какой-либо религии. Я ненавижу тупость и ограниченность рамками своего маленького мирка. Вот детей, да, детей я терпеть не могу. Но с ними я и не пересекаюсь. Если у вас есть дети, это ваша проблема. Я вам искренне сочувствую, но это не значит, что я адресно ненавижу конкретно вашего ребенка. Напротив, несмотря ни на что, я считаю, что дети в первую очередь нуждаются в защите и ко мне массово обращаются пациенты с детьми. И не было случая, чтобы ребенку я не помог. Когда он не орет мне в ухо и не бегает вокруг моего столика во время обеда, я к ним абсолютно равнодушен. Кратко резюмируя сказанное, Я говорю и пишу для тех, кто хочет меня слушать. Не нравится? Не читайте и не слушайте. У нас, слава богу, номинально свободная страна. Принимаете все, что я говорю на свой счет? Лечитесь. Срочно отвечать я не могу и не смогу. Чувствуете себя плохо? Вызываете скорую. В школе магии нет практик, которые бы могли серьезно вам навредить и привести к необратимым последствиям. По крайней мере, в течение одной недели, пока вы ждете моего ответа. Благодарю за внимание. Я очень надеюсь на ваше понимание. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт magsargas.com. Обращайтесь за магической помощью. Вступайте в школу магии. И будьте чуть снисходительнее к чужим слабостям. До встречи.